Добрый день, меня зовут Виктория, вы на канале Таро от Вики. Сегодня будем с вами смотреть Таро прогноз на август 2023 года по знакам зодиака. Будем смотреть кратко на позитив и негатив месяца, при необходимости будем дополнять. Итак, давайте начнем с Овна. Смотрим на колодец Ангивариум, специфическая довольно-таки колода. Но интересные нам дает описание. Итак, Овна, что ожидает вас в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. В позитиве у вас выпадает Ангел видений. То есть по данной карте вам будет открыта очень важная информация. Вы разглядите для себя то, что вам поможет достигать ваших целей, то, что вам поможет в взаимоотношениях с другими людьми. То есть для кого-то это прозрение, открытие важной информации, может быть, открытие каких-то тайн. Это в том числе могут быть гадания различные, не только на картах. Это могут быть какие-то вещи, сны. Поэтому обращайте внимание на такие вещи. Это вам принесет, безусловно, благо. То есть у вас будет, как, знаете, Эврика, какое-то открытие. Вы что-то вот вдруг увидите, как сейчас говорят, инсайт. Да? Это какое-то прозрение, видение. Ведение в плане того, что вы откроете для себя важные вещи в августе. Смотрите везде, ищите везде. Все вокруг вас. Вся информация будет вокруг вас. Вот не пропустите нечто важное. Потом может хорошо работать интуиция по данной карте. Давайте посмотрим негатив. Корни и общение. Ну, если смотреть именно корни, корни что такое? Это наша семья. То есть здесь могут быть какие-то конфликты при общении с родственниками. Либо с близкими людьми. Поэтому, зная вот этот негатив, постарайтесь его предупредить. Не вступать в конфликтные отношения. Потому что это может привести к ссорам как негатив. То есть если вы уже знаете об этом, то вы постарайтесь себя вести, может быть, когда-то менее агрессивным. Где-то промолчать, где-то уступить, но не вступать в конфликты. То есть это не просто общение с какими-то людьми, там, третьими лицами. Это именно общение с близкими людьми, с кем вы общаетесь часто, постоянно, с кем вы живете. Это ваши близкие друзья, ну и прежде всего ваши родственники. Так, спасибо за просмотр. Давайте перейдем к тельцам. Что ожидает тельцов в августе 2023 года? Позитив месяца и негатив месяца. Итак, что в позитиве у нас для тельцов? Ангел мечтаний, ангел снов. Прекрасная карта, это говорит о том, что может исполниться какое-то ваше заветное желание. Либо мечты, возникающие в данный период, они обязательно реализуются в ближайшем будущем. Это также сны, как и у предыдущего знака зодиака. Там только была другая карта. Но это также может, может, dreams, это и мечты, и сны, как у нас, как известно. Поэтому будем трактовать их тоже. Приятные сны могут вас посещать. Вас могут посещать новые идеи во снах. Ну, карта прекрасная для исполнения желаний, либо для появления новых мечт, которые будут осуществляться в будущем, в последующих периодах. Давайте посмотрим негатив месяца. Ангел дождя. Знаете, вы, не знаю, может ли это назвать негативом, но дождь в данном оракуле – это очищение. Это означает, что старое что-то уйдет. Когда у нас проходит дождь, у нас что происходит на улице, в природе? Растения напитываются влагой для будущего роста. Это можно сравнить с картой трансформации в классическом Таро, с картой смерти, да, когда у нас такое страшное название, неприятное, но всегда ее все называют трансформацией. Но здесь вот эта карта более мягкая. Может, конечно, дождь быть и ливнем, и тихим грибным дождиком, да, как это называется. Но это в любом случае очищение. Пыль прибивается к земле, растения получают влагу для роста. Так и здесь у вас нечто старое отойдет. То есть вы забудете. Кто-то переживал о какой ситуации, могут, знаете, поплакать, эти слезы выплакать и забыть об этом. Может быть, стоит даже это сделать, не держать в себе, а выпустить эти эмоции наружу, чтобы они уже вас окончательно покинули. В позиции негатива именно это может быть какая-то грусть, тоска, печаль, но как совет эту карту можно взять, что вот выплачьтесь, выскажитесь. Скорее даже, знаете, не кому-то другому, а может быть, напишите это на бумаге, как советуют психологи. Это именно больше карта уединения, то есть где-то там забыть эту грусть, печаль, тоску. Но вот как негатив, да, может быть какие-то грустные мысли, но именно как совет, что вам именно надо от них очиститься, освободиться, выплеснуть вот эту негативную энергию тем или иным способом. Ну, я думаю, что... Ну, может быть, кто-то напишет опять, какой ужасный расклад, но я думаю, что это хорошо. Нужно освободиться от чего-то и вот идти к новым мечтам. Вполне себе даже хорошо, поэтому карта говорит о том, что вы будете свободны от каких-то старых переживаний, оно уже отжило. Тельцы, спасибо за просмотр. Переходим к близнецам. Близнецы, что вас ожидают в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. Итак, что у нас в позитиве? Ангел новой жизни. Это новые начинания, новые старты, новые проекты. Если ваша деятельность связана с торговлей, очень благоприятный период для того, чтобы что-то начать. Может быть, какой-то новый товар завести, как-то обновить вашу деятельность. Очень благоприятный будет период для тех, кто решит учиться чему бы то ни было. Я не знаю, в августе, конечно, уже не поступает в университет. Хотя, может быть, я не знаю, будут известны какие-то результаты поступления или прочее. Либо вы просто, уже отучившись, скажем так, получив образование, вы решите получать дополнительное образование. Будете брать популярные сейчас разнообразные курсы, либо самостоятельно учиться чему-то. Очень благоприятно. Также благоприятен период для новых знакомств. Это всё новое, всё, что вы хотели начать. Благоприятно начать именно будет для вас в августе месяце. То есть это будет хороший старт. То есть можете попасть на волну событий, которые вас вынесут в итоге к более быстрому достижению вашей цели. И очень будет, знаете, активная энергия. Здесь вот карта такая активная, яркая. То есть очень много будет энергии и желания для новых, начинаний, новых стартов. Какой негатив месяца? Ангел тишины. Ну, возможно, будет не хватать общения с близкими, с друзьями. Тишина – это что такое? Молчание – это когда мы мало разговариваем. Либо вынуждены будете общаться чаще посредством, ну, как это сказать, написания текстов. Да, это переписка там в мессенджерах или электронные письма. Там может не хватать именно живого общения. Ну, и как-то, знаете, если в связке их посмотреть, две карты, может быть, как голод, информация, тишина. Это желание что-то узнать, что-то услышать. И это как раз может хорошо у нас соотноситься с желанием обучения, то есть получение новой информации. Ну, то есть будет не хватать вам общения с другими людьми. Кстати, близнецы – общительный знак, поэтому вот здесь вот, может, все ваши друзья, знакомые разъедутся по морям в отпусках, и вам будет их не хватать. Либо вы сами, может быть, поедете, кстати, куда-то в отпуск, и вам будет там не хватать близких людей, общения привычного вам. Ну, это именно, смотрите, тишина, что-то нехватка, скорее, нехватка общения. Так, спасибо за просмотр, близнецы. Переходим к раку. Раки, что ожидает вас в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. Итак, что в позитиве? Ангел благодати. Ну, трактовок может быть масса. В первую очередь я бы сказала, что вашим начинанием будет благоволить сама судьба. То есть все обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Ну, вот изображение, как по мне, несколько такое грозное здесь. Как я уже сказала, карты такие неоднозначные. Кто-то их любит, кто-то нет. Я, например, очень люблю. Несколько вот выражений лица такое, ну, может быть, агрессивное. Ну, вряд ли бы кто-то осмелился бы, да, подойти к такому ангелу. Но, тем не менее, это ангел, который здесь, смотрите, и меч, и чаша весов. То есть это благодать в плане того, что вы получите обещанное, как бы ожидаемое, то, что вы заслужили. Карта благословения. То есть то, что вы задумали совершить в августе, сделать, для этого вам все карты в руки будут. Вот, поэтому, ну, это вам как, знаете, как благословение на действие. Вот, вперед. Карта говорит вам вперед, действуйте, делайте. И обстоятельства вокруг вас, они будут тому способствовать. Что в негативе? Ангел времени. Ну, тут долгие ожидания. Прежде всего, если вы уже что-то там замыслили, делать уже, запланировали на август, вас может расстраивать только долгое ожидание, может быть, долгое начало. Если вы собирались там ровно 1 августа отправиться в какую-то поездку, а поездка перенесется вдруг на 5 или там, не дай Боже, на 10 число, ну, это вас, конечно, расстроит. То есть вас будет единственное, что расстраивать в этом месяце, это дела, которые придется отложить. Вот это вот в негативе у вас. Ну, это ваше вот личное восприятие. Карта не говорит о том, что это плохо или хорошо. Кстати, возможно, иногда и хорошо, что мы опоздали на какой-то не тот самолет, да, не буду вдаваться в подробности, но вам вот это вот трудно будет переварить. То есть вам хочется, чтобы ваши планы исполнялись в срок, а они будут откладываться. Но карта, вот тут я уже сказала благословение, все-таки говорят, что обстоятельства, они в данном месяце будут за вас, не против вас. Поэтому не воспринимайте данное затягивание времени как негатив. Скорее, это ваше личное будет отношение. Спасибо за просмотр, Раки. Переходим ко львам. Львы, что ожидает вас в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. Итак, что в позитиве? Красота. Прекрасная карта. Лев-царь зверей, естественно, поражает всех своим внешним видом, поэтому данный период будет для вас благоприятен для занятия своей внешностью. Единственное, что в августе 2023 года, как раз вспомнил, будет у нас ретроградная Венера. Венера отвечает за красоту, поэтому если вы и решите заниматься своей внешностью, пожалуйста, занимайтесь, кроме каких-то серьезных косметических процедур, которые требуют хирургического вмешательства, например, неблагоприятные пластические операции. Ну, а то, что касается поддержания своей красоты, это и фитнес, и, знаете, косметика привычная, обычная, либо когда вы решили что-то попробовать новое. Ну, то есть повседневный уход очень благоприятен. Он, естественно, благоприятен во все периоды и всегда, но сейчас карта советует вам именно этим заняться, если вы это забросили. Ну, что там для вас, да, не буду советовать, я не косметолог, но то, что вы знаете, что, например, благоприятно для вашей кожи, для ваших волос, вот используйте эти средства. То есть именно поддержите красоту, свою внешнюю и свой вид, скажем так. Причешите свою грифку. Вот так вот можно сказать. А именно что-то серьезное, какие-то уколы красоты, но вот это вот, что именно на ретроградной Венере, то нет, конечно, это вот поостерегитесь. Это более повседневный уход за собой. Опять же, одежда, да, что-то может быть такое. Опять же, ретроградная Венера не советует кардинально менять новый стиль, потому что он, скорее всего, вам не понравится. Но все равно карта говорит о том, что вам необходимо обратить внимание на свою внешность. Либо если кто-то подустал и решил, например, сегодня не погладить домашнюю майку, потому что я все равно в ней лежу дома на диване, ну вот возьмите и погладьте, почувствуйте себя лучше. Это что-то такое, может быть. Пускай меня никто не увидит в этом домашнем платье, зато я себя все равно буду чувствовать лучше, увереннее в себе. Опять же, для женщин это красивое нижнее белье, которое известно, когда мы на улице, или там где-то в кафе, в ресторане, нижнее белье никто не видит, но мы-то сами знаем, что оно на нас есть, и красиво чувствуем уверенность в себе. Вот такая минутка называется. Мужчины, закройте уши. Но тем не менее, для мужчин, может быть, эта информация также полезна. Негатив месяца. Так, ангел глашатаев. Глашатые – это у нас известия, и могут быть известия неприятные. Ну, к сожалению, да. Что-то может прийти вам сообщение, которое вас не порадует. Ну, все предусмотреть невозможно. Давайте, знаете, дополним все-таки, чего оно будет касаться, куда, в каком направлении смотреть, да, мало ли где и какие сообщения мы получаем. Что такого негативного может быть? Гадание. Ну, вот гадание их можете получить, да. Что такое гадание? Это как гадание на просмотр видео на YouTube-канале, так и обращение лично за консультациями к кому-то. Можете получить какую-то информацию, которая вас не порадует. Это может быть, собственно, ваша интуиция, которая вам подскажет что-то. Ну, это можно тоже смотреть как гадание, потому что у кого-то интуиция развита настолько, что человек становится ясновидящим. Не знаю, насколько именно у вас оно развито, но я хочу сказать, что тем или иным способом, ну, тут как-то предсказание, да, это не как совет от другого человека, ну, любого. Это именно вот все, что связано с гаданием, с мантикой, с предсказаниями. Это любая информация, полученная от, от именно от гадания. Поэтому, если никто не хочет слышать неприятные расклады, то лучше тогда их не смотреть. Ну, вот так вот. В том числе и этот, да. Но я здесь, конкретно здесь, не вижу для вас ничего негативного. Ну, это какая-то информация, которую именно вы можете получить в гадательном процессе. Да, здесь вот такая вот колода у нас специфическая. Либо в августе попробуйте не гадать. А знаете, например, посмотрите, интересующую вас тему уже после того, как события устаканятся и разрешатся. И тогда вы уже, как бы, оглянувшись назад, будут это события неприятные. Если для вас, то в любом случае, к тому времени это уже все закончится. Вы не будете так остро это переживать, как если бы вы посмотрели заранее какое-то гадание, предсказание, находились в ожидании чего-то неприятного. Вот так вот здесь. Спасибо за просмотр. На львах у нас тут подольше задержались, потому что было что раскрыть. Давайте перейдем к девам. Девы, что вас ожидает в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. Так что в позитиве. Карта суда. Ну, коли уж у нас карта выпадает в позитиве, если вы действительно находитесь в каком-то судебном процессе, если идет судебное разбирательство, однозначно суд встанет на вашу сторону. То есть вы добьетесь своего в этом месяце. Либо если у вас есть различные точки зрения, с кем бы то ни было, например, с коллегами вы высказываете, например, свои предложения по конкретному проекту на работе, ваш коллега высказывает другие. В итоге в конечном вы окажетесь правым. Даже если вас не услышат и, например, примут за основу как тактику действия и ведение дел вашего партнера, а все вдруг пойдет ковырком, то о вас вспомнят, что все-таки вы были правы. То есть здесь правда на вашей стороне. В любом случае это касается личных отношений. Если у вас возникли споры, недопонимания с партнером в личной жизни, то правда будет на вашей стороне. И люди это признают. Вот что будет именно приятно, что люди признают именно вашу правоту. Ну, надо сказать, что это действительно вас порадует, может быть, как-то польстит вашему самолюбию. Ну, вот это будет у вас в позитиве. Это знаете, как похоже, ну я же говорил, или ну я же говорила, то есть как бы там ни было. Негатив месяца. Ангел памяти. Вас могут тормозить мысли о прошлом, поэтому гоните их прочь. Приятные они, неприятные, грустные. Кстати, опять же, ретроградная Венера у нас может кого-то в ком-то вызывать мысли о прошлом, о прошлых партнерах. Нет, это прочь. Ну, скорее всего, будут вас будут вас мысли возвращать все время вот к прошлому и к прошлому. Для вас это будет негатив, для вас это будет торможение. Поэтому ну, сейчас не время, знаете, вспоминать прошлый полученный опыт когда-то. Либо о прошлых отношениях, либо, знаете, каких-то, если может быть, в ком-то засела обида на то, что на прошлые действия каких-то людей, или вот, что обстоятельства так сложились, вот тогда, а если бы я вот сделал тогда, а вот если бы я сказала или сказала то-то, то-то, вот такое может быть. Это в негативе у вас. Поэтому, ну, совет тут не зацикливаться на этом, на мыслях о прошлом. Мысли о прошлом все прочь. Все устремление в будущее и все внимание на отстаивание своей правоты, потому что в этом месяце вы ее безусловно добьетесь, добьетесь признания вашего. Девы, спасибо за просмотр. Переходим к весам. Весы, что ожидает вас в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. Позитив красота. Это то же самое, как у Львов. Та же самая карта выпал. Кто хочет, может пересмотреть. Но для тех, кто не хочет туда возвращаться, я повторю, что это благоприятный период для занятия своей внешностью и красотой. Но именно повседневный уход, потому что в данный период действует ретроградная Венера, планета красоты, которая вряд ли даст нам положительные результаты в серьезных косметических процедурах и операциях, например, пластических операциях. То есть уколы красоты здесь неблагоприятны. Скорее всего, это какой-то повседневный уход. Но, как я уже сказала, так как я не косметолог и не имею права вам что-то советовать именно по уходу, вы сами, скорее всего, узнаете тип вашей кожи, тип ваших волос и ухаживаете за собой именно теми средствами, которые вы знаете, что вам точно не навредят. Вряд ли вот что-то новое следует использовать. Может не понравиться, ну, либо там к аллергии привести, а так именно вот карта советует заниматься своей внешностью, одеждой, да, уже тоже у львов приводила интересный пример, когда, если вы дома и вас никто не видит, и вам не охота гладить домашнюю одежду, ну, сделайте это, потому что вы себя будете чувствовать более приятно, уверенно и красиво. Дома тоже следует оставаться красивыми для того, чтобы поддерживать уверенность в себе. И также приводила пример с нижним бельем красивым, да, то есть месяц красоты для вас. Что в негативе? Ангел предсказаний тоже, по-моему, выходила. У кого-то эта карта, то есть предсказания могут вас не порадовать. Эта карта выходила как дополняющая к первой карте, кстати, по-моему, у львов тоже, не помню. Неблагоприятный период для гаданий, для любых гаданий, для информации, которую вы получаете извне, не прямым способом, как мы привыкли, да, позвонить спросить, что оно там и как, а вот когда мы домысливаем, может быть, когда мы сами гадаем, да, может быть, там то ли так, то ли так, кстати, для весов характерно взвешивание, да, вот налево пойдешь, направо пойдешь, как мне сделать, то есть, вот не сидите, не гадайте, может быть, более твердо принимайте решение, более быстро, период вот этого именно, знаете, может быть, не в прямом даже значении гадать, как именно в антической системе, применять там руны, карты, ясновидение и все прочее, там маятники разные, а именно, как вот для вас, для весов, именно сидеть и гадать, ну вот, ехать или не ехать, сказать, не сказать, спросить, не спросить, сделать или не сделать, вот это для вас будет в негативе в этом месяце, принимайте решение более быстро. Так, спасибо за просмотр, весы. Переходим к скорпионам. Скорпионы, что вас ожидает в августе 2023 года? года. Позитив месяца, негатив месяца. Что в позитиве? Ангел песни. Ну, довольно сложная карта для интерпретации, но, как знаете, в каком-то фильме, кто вспомнит, пишите, когда люди поют, когда они счастливы. То есть, вот, ваша жизнь будет, значит, в августе, если буквально так трактовать, как песня. То есть, это будет довольно-таки благоприятный для вас период. Все будет складываться удачно, как вот у нас в песне слова рифмуются, есть и мелодия, есть ритмы, то и у вас точно так же события все будут разворачиваться, то есть, как по нотам. Поэтому, ну, знаете, как по нотам, как по маслу. Вот это вот для вас актуально будет выражение для августа месяца. Ну, давайте посмотрим, а все ли так будет гладко, потому что здесь не знаю, что еще добавить. Может быть, сейчас что-то дополнит нам негатив. Ангел загадок. Ну, не будете вы любить тайные загадки, вы сами такой знак довольно загадочный, мистический, но вот именно в августе, наверное, вас будет это раздражать. То есть, если вы спросите в лоб у человека, зададите ему конкретный вопрос, а он от него уйдет, вот это вот будет вас именно раздражать, может быть, даже злить, и вам захочется всеми силами человека растрясти на то, чтобы он вам все-таки открыл эту тайну, но нужно ли это делать? Не знаю, решайте сами. Может быть, и карта также советует не лезть в какие-то, знаете, запретные зоны, то есть, то, что остается для вас в тайне, то пусть в тайне, то пусть пока там и останется. Вот этот, говорят, ящик Пандоры открывать не нужно, лезть туда не нужно, потому что, опять же, узнав чужие тайны, ну, знаете, вот, любопытство вы удовлетворите, а благо ни для вас, ни для других людей это не принесет, поэтому вот здесь совет не лезть в чужие дела, а заниматься своими и петь свою песню, песню своей жизни в этом месяце. Да, наверное, и не только, но это вот здесь, знаете, основное для вас будет. Интересная такая трактовка, но именно вот теперь вот карта более ярко открылась, да, то есть загадки, чужие тайны и вообще тайны какие-то обстоятельства, информация, которые пока нас скрыты, мы не трогаем, а наслаждаемся тем, что у нас есть и тем, как удачно у нас складываются обстоятельства сейчас у самих. Скорпионы, спасибо за просмотр. Давайте перейдем к Стрельцам. Стрельцам. Что вас ожидает в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца. Что в позитиве? Суд. Тоже у кого-то выпадала эта карта. Это означает, что правда будет на вашей стороне. Если ее трактовать буквально, если у вас какие-то идут суды разбирательства, то суд встанет на вашу сторону. Если вы находитесь в конфликтных отношениях с другими людьми, также вы окажетесь в итоге правы. И как я уже приводила пример, если вы, например, предлагали свою точку зрения на решение какого-то вопроса, решение задачи, например, на работе, ну и также в личных отношениях вы уже смотрите под себя, вам это виднее, какая для вас сфера жизни будет наиболее остро стоять в данный период. И существует, например, точка зрения другого человека, который будет высказывать свое мнение на то, как разрешить конкретный вопрос. И у вас, например, есть начальник, который встал на сторону, даже если он встал на сторону второго сотрудника, все равно потом окажется, что результат не получился удовлетворительным, потому что вы в итоге окажетесь правы, либо начальник выберет уже сразу вашу точку зрения, и тогда, опять же, правда, находясь на вашей стороне, сыграет в плюс и вам, и всему коллективу. То есть здесь именно карта больше говорит о вашей правоте, неважно, как будут развиваться события, в итоге все равно люди признают, что вы были правы, как бы оно не развернулось, как бы оно не повернулось, и в итоге это удовлетворит ваши амбиции, потому что как я уже говорила, у другого знака, у кого выходила эта карта в позитиве, это как словосочетание, как предложение, ну я же говорил, я же говорил, что вот так надо было делать, а вы меня не слушали, а теперь вот расхлебываете, ну либо если вы сказали свою точку зрения и к вам прислушались, но это опять же поднимет вашу самооценку, в любом случае приятно вам будет признание от других. Что в негативе? ангел видений, ну неприятно вам будет прозрение, получите информацию тем или иным способом, сами до нее дойдете, либо услышите от других людей, но наконец-то вы прозреете и увидите то очевидное, чего вы не видели раньше, и ну это вас расстроит, да, то есть может вы поймете какую-то вещь, которая была очевидна всегда и вы всегда о ней в общем-то знали, но как-то не вникали в суть вопроса и в том, что это элементарно Ватсон, скажем так, ну вот это вот может вас немножко так спустить с небес на землю, но все вот какие-то открытия, обращайте внимание на информацию полученную, это именно как озарение, инсайт, что вот да, вот оно, вот оно было так, а я вот этого раньше не видел, и это знаете, говорит о том, что во внешних проявлениях то у вас может быть признание от других людей, а внутри вы можете ощутить то, что где-то когда-то и вы были неправы, либо то, что где-то когда-то вы чего-то не замечали очевидных вещей, здесь вот интересно, здесь есть баланс вашего внешнего я и вашего внутреннего я, то есть снаружи-то вы будете радоваться похвалой и победой, а внутри вы можете переживать о том, что вы не видели ранее очевидных вещей, философски несколько тут у вас месяц получился, но хороший тем не менее, все равно я считаю. Спасибо за просмотр стрельцы, переходим к козерогам. козероги, что вас ожидает в августе 2023 года? Позитив месяца, негатив месяца, что в позитиве? Здесь у нас ангел возмездия, ну по-моему, буду говорить как есть, то есть вам удастся кому-то утереть нос, не будем говорить прямо отомстить, да, вот тут меч у нас, ангел так, ангел возмездия у нас так решительно, энергично движется вперед, что аж перья у него с крыльев летят, то есть это и нет глаз, нет глаз это когда мы ослеплены может быть ненавистью, местью, но это я сейчас говорю именно карту, а в более бытовом может конечно и такое быть, у всех разные ситуации, а в более бытовом и в повседневном виде это может как говорить о том, что вы утрете нос кому-то просто, да, ну это такое, если мягкую трактовку смотреть, кто-то может действительно будет рад, а вот назло врагам и так там им и надо, ну жизнь такая и бывает всякое, может быть действительно у кого-то что-то вот, в итоге вы выйдете там победителем, а кто-то вот, кто вам ставил палки в колеса в итоге окажется в проигравшем, да еще и наказание свое получит, это вы будете этому радоваться будете довольны, потому что это могут быть люди, которые не давали вам развиваться, не давали вам заниматься своим именно заслуженным, потому что возмездие это все-таки так сказать, когда кто-то сможет окрести за то, что действительно там натворил когда-то, ну, либо в общем, в любом случае будете так, может кто-то так будет, знаете, похихикивать, вот, наконец-то досталась мгновенная карма кому-то там, да, попала вашим врагам, будете рады, да, ну, несколько такое чувства, эмоции такие не очень у нас белосердные и благие, но тем не менее, ну, все мы люди и мы когда-то порадуемся за то, что будет наказан тот, кто нас обижал, да, это будет для вас таким вот основным месяцем, ну, это может касаться, я уже говорю, для всех это по-разному может отыграться, для кого-то это более мягкая позиция, для кого-то действительно серьезная, что кто-то ваш обидчик, кого-то, знаете, кто-то вас притеснял на работе, а его в итоге взял, новый начальник пришел и уволил, вы наконец освободились и сказали, ну, иди с миром, и очень хорошо, что мы тебя здесь больше не увидим, да, ну, такая ситуация может быть, либо впрямую что-то, можете совершить какие-то действия, которые, ну, накажут вашего врага, вашего недоброжелателя, тем или иным способом, смотрите сами, кстати, отпишитесь, интересно будет, может, кто-то возьмет на вооружение, негатив месяца, пустота, ну, вот, карта говорит сама за себя, опустошенность, вот, смотрите, кстати, как бы, вот эти ваши чувства, эмоции, не, вас не опустошили, потому что, ну, в позитиве все равно выпадает такая негативная мысль, потому что, скорее всего, у человека, вас обидевший, будет заслуженно наказан, но это может вас, эти же мысли могут вас опустошить, поэтому держите баланс и не погружайтесь очень сильно в эту эмоцию, да, порадоваться можно, но не до посинения, скажем так, потому что оно вас может истощить, ну, и, в принципе, как-то, знаете, может быть, месяц такой пустой на чувства, может быть, апатия, знаете, вот, некая апатия, вас, ничего не хочу делать, полежу, посижу, ничего не интересно, ничего не привлекает, вот это в негативе, но это не самое страшное, что может быть, но месяц такой у вас прям жесткий, да, чувства хоть и радостные, но они не касаются действительно каких-то позитивных событий, это кара для кого-то из ваших врагов, либо недругов, недоброжелателей. Спасибо за просмотр Козероги, переходим к Вдолеям, Водолей, что у вас ожидает в августе 2023 года? Позитив месяца и негатив месяца. Что в позитиве? Суд, тоже, по-моему, третьего знака выпадает данная карта, она говорит о том, что правда окажется на вашей стороне. Еще раз повторюсь, это либо буквально победа в суде, либо это правота вашей точки зрения. если вы отставили свою позицию со своим оппонентом, то как бы не разрешилось дело, последует ли вашему совету окружения, либо последует совету другого человека, вашего оппонента, в итоге правда окажется на вашей стороне. Если будет выбран ваш образ мыслей, способ действия, то, значит, вы получите свои заслуги и похвалу, чему будете очень рады, потому что это польстит вашему самолюбию, значит, повысит вашу самооценку. Если же вдруг окружение выберет способ, который предложит, способ действия, который предложит ваш оппонент, то дело может пойти кувырком и в итоге, как бы оно ни завершилось, вспомнит о том, что вы говорили, как надо делать правильно, а к вам не прислушались, но тем не менее это вспомнят и скажут, ну что же мы не последовали твоему совету, то есть это будет, вам в любом случае будет приятно, что вы будете правы. И уже дважды говорила для других знаков зодиака и для вас, повторю, что для вас актуальна фраза я же говорил или я же говорила, что надо было делать так, а вы меня не слушали. И все скажут да, 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 вот очень плохо, что мы не послушали тебя, потому что ты в итоге оказался или оказалась права. Что в негативе месяца? Пустота, по-моему, предыдущего знака зодиака выходила, это может быть апатия, нежелание что-то делать, нежелание заниматься привычными вещами, хобби, знаете, может быть, элементарная лень приготовить какой-то простой ужин, но бывает всякое, бывает и такое. Это может быть как следствие тяжелых трудов ранее вам виднее, ну, либо просто как скука и надоевшие привычные вещи, поэтому вот нежелание возвращаться к привычным, привычным хобби, привычной музыке, то есть вас не будут радовать ваши некогда любимые вещи, ну, это же не постоянное состояние, а временное и я думаю, что это не самая плохая карта в позиции негатива. Водолей, спасибо за просмотр и переходим к рыбам. Рыба, что ожидает вас в августе 2023 года. Получше потасуем колоду, потому что карты иногда так примагничиваются друг к другу, в итоге выпадают одни и те же, но, может быть, иногда это имеет смысл, потому что планеты на нас влияющие иногда задают тенденции сразу нескольким знаком зодиакам, ну, и вообще как судьба положена, как карта ляжет. Итак, рыбы, что ожидает вас в августе 2023 года. Позитив месяца, негатив месяца. Позитив месяца, ангел глашатаев, это очень приятная для вас весть, долгожданная, причем это не просто сообщение, глашатый, это какое-то торжественное объявление события, там, да, когда вот в зале суда, сейчас там приглашается то-то, то-то, а здесь в качестве новостей, вот сейчас, вот, и, а дальше многоточие подставьте свое, то есть, это известие, которое вы давно ожидали, и что-то торжественное, это может быть как награда, это может быть признание ваших заслуг, здесь, смотрите, здесь вот ангел, как бы, оно, можно сказать, и держит, и не держит в руке, то есть, ему не обязательно, он обладает, не обязательно держать именно непосредственно в руке, для него достаточно своей силы и мощи, чтобы этот предмет парил у него над ладонью, и, как бы, это может быть, знаете, как грамота, как награда какая-то для вас, объявление благодарности, да, это может быть непосредственно вот эта у нас карточка такая, сама грамота, благодарственное письмо, может быть, что-то такое, награда за ваши труды, это, опять же, глашатый, это когда вас хвалят, награждают перед обществом, то есть, это может быть какая-то заслуженная награда на работе, признание ваших заслуг, это может быть получение, торжественное получение дипломов, прочих документов, смотрите, это вот, но это приятное, известие, приятное даже событие, это именно оглашение, что-то, я бы сказала, именно как вот голосом, то есть, это может кто-то позвонить, это, ну, скорее, это в обществе, это похоже, как, знаете, ну, может быть, какой-то профессиональный праздник, который на предприятии, в организации отмечается торжественно, собираются люди в актовом зале, где-то, выходят торжественно, кого-то поздравляют, награждают, вручают цветы, и вот в числе награжденных будете и вы, поэтому это вот такое приятное объявление вас и признание ваших целей, заслуг и благодарность для вас. Что в негативе? Ангел тишины. Это может быть нехватка общения, тоже, по-моему, у кого-то попадала эта карта. Это может быть, знаете, как мысль о том, что вас никто не понимает, поэтому я лучше помолчу. Ну, вообще-то, рыбы у нас знак такой тайны, скрытые, это мечты, нахождение внутри себя, в своих мыслях, в своей голове, но в данном месяце для вас это не будет благоприятно. Может быть, стоит как-то вот из своих мечтаний иллюзий несколько выйти в свет, более приблизиться к реальной жизни, то есть пообщаться с людьми. Ну, то есть тишина для вас не будет благоприятным в августе, поэтому старайтесь общаться хоть непосредственно при встрече, хоть в интернете, хоть как, но только не молчать и не держать в себе свои какие-то мысли. Если захотели чем-то поделиться, то лучше поделитесь, возможно, услышите для себя какой-то совет и если будете крутить дальше все в своей голове, вот это варится в своем собственном соку, ну, это может также неблагоприятно на вас повлиять и навести еще на какие-то более неприятные мысли и, может быть, даже привести в итоге к негативным поступкам. А если вы это кому-то выскажете, то можете получить совет либо какую-то информацию о том, что следует себя там вести другим образом, не то, как вы задумали, либо можете получить информацию о том, что вы неправильно воспринимаете вещи какие-то. Поэтому здесь именно совета общаться, не держать в себе, не молчать. Такой был расклад для рыб. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось видео, надеюсь, что вам советы помогут. Пишите свое мнение, свои комментарии по данному раскладу. Подписывайтесь, кто не подписан, мне будет очень приятно. Всегда рада новым подписчикам. Каждому новому подписчику очень рада. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем спасибо, всем до свидания.